МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нечистоплотные горожане превращают землю в свалку. Абсолютно, смотрите, что кидает. Смотрите. Дихлофос. Прямо написано. Дихлофос. Экоактивисты наводили порядок не только пешком, но и вплавь. Вместо желанного заработка – убытки. Мне главное, чтобы заработок был стабильный. Тогда нужно каждый день вкладывать от 80 до 150 тысяч рублей. Неделя общения и минус 2 миллиона рублей. Вместо 13 тысяч – 2,5. А в 4 раза дешевле. В Бавлинском районе продолжается программа дегазификации. В эфире новости юго-востока Татарстана в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Нечистоплотные горожане, отдохнув на природе, превращают ее в свалку, оставляя мусор на суше и воде. На борьбу с ними выходят экоактивисты. Еще один субботник прошел в минувшие выходные в Альметьевске. Наводить порядок на городском водохранилище отправились пешие волонтеры, присоединились к ним активисты и вплавь. Как наводили чистоту верхом на сабборде, расскажет Екатерина Машенцева. Мусор на абордаж. На городском водохранилище «Субботник». Убираются не только на суше, но и на воде. Экоактивисты верхом на саббордах вылавливают мусор там, где к нему не подобраться с берега. Абсолютно. Смотрите, что кидают. Смотрите. Дихлофос. Прямо написано «Дихлофос». Данил впервые участвует в «Субботнике» на САПе. И это способ совместить приятное с полезным. Сами видите, какое здесь состояние водохранилища. Поэтому, конечно же, непосредственное участие в экологической атмосфере нужно принимать, убрать немножечко за несознательными гражданами, так сказать. Поэтому все замечательно, все хорошо. Продолжаем работать. Пластиковые стеклянные бутылки, пакеты – всего этого здесь в избытке. Нашлись в воде и старые ботинки, и выброшенные игрушки. Сейчас все будет. Нет, не будет. Без труда не выловишь и канистру из пруда. Со второй попытки емкость поддалась, но оказалась наполнена до краев илом и грязью. Организаторы прогулок по воде во время одной из них увидели много мусора у берегов, организовали свой первый субботник. А потом решили провести экосплав, пригласив всех желающих присоединиться. Мы находимся на второй нашей такой прогулке, где уже с помощью людей, то есть не просто с самими, с своей командой убираемся, а с помощью посторонних людей. Все это абсолютно бесплатно. Каждый может прийти, принять участие. Сейчас вот убираем территорию водохранилища. Периметр у нас составляет там 4,5 километра. У пеших активистов площадь уборки примерно 3 километра. Департамент экологии снабдил всех перчатками и мешками для мусора. В субботник продолжение санитарно-экологического двухмесячника и проходит в рамках акции «Вода России». Мы организовали 4 центральные точки, городское водохранилище и традиционно территорию гаражных кооперативов, которые каждый год у нас требуют расчистки. И также на уборку вышли и управляющие компании, и территорию ТОС приводится в порядок. В этом субботнике участвуют волонтеры и сотрудники исполкома. Довольно часто, я думаю, где-то, ну не каждую субботу, но где-то через субботу мы выходим и стараемся убирать. Стараемся сделать город чистым. Люди оставляют за собой очень много мусора, за собой не убирают. Желательно, раз посидели, погуляли, отдохнули, надо за собой прибраться, чтобы другому человеку тоже можно было отдохнуть. Эта девушка устроила мусору настоящий бой, даже оделась в камуфляж. Гульшат Газизулина – ярый защитник экологии. Прежде чем устроить пикник с семьей, сначала убирая территорию за другими. Глобальное решение – это человеческая осознанность, чтобы человек сам должен осознать, что это наша планета, это наш дом. Тут, если человек не понимает, тут, ну, ничем не поможешь. Начать с себя, да, и показать другим. Будет у меня полный пакет. А на этом участке трудится многодетная мама, которая между заботами о семье нашла время для уборки на свежем воздухе. Мы прививаем детям, чтобы они пришли, и если где-то что-то нужно прибрать, убрали, и обязательно стопроцентно оставляем наши места после посиделок, после каких-то прогулок чистыми. Это стопроцентно берем мешки специально, перчатки, убираемся до и убираемся после. Всех участников субботника по его окончанию угощали выпечкой и чаем с травами. Всего на уборку вышло 300 человек, задействовали 15 единиц техники. Городские территории стали чище более чем на 300 кубометров мусора. Катерина Машинцева, Антон Николаев, Новость Юго-Востока. Глава Альметьевского района вновь встретился с мобилизованными. С военными, находящимися в двухнедельном отпуске, Тимур Нагуманов обсудил поддержку их семей и другие важные для бойцов вопросы. Что вы сделали первым делом, когда вернулись в отпуск? Встретился с семьей. Вернулся к любимым дочкам, к жене. Военнослужащий пришел на встречу с городским активом вместе с женой и дочерью. У центра НУР уже собрались другие мобилизованные. Стараемся как бы работать, удовлетворять как ваши персональные запросы, но все-таки больше на полковые запросы. Одна из тем встречи стала гуманитарная помощь. Жители, предприятия и администрация города продолжают собирать и отправлять в зону специальной военной операции предметы личной гигиены, одежду, лекарства и все, что необходимо на передовой. Но схему и содержание поставок планируют пересмотреть. Например, руководство Альметьевского района и компании-спонсоры решили вместо адресных посылок обеспечить необходимым подразделение. Мы в первую очередь находимся на постоянной связи с командирами полков и по возможности батальонов, подразделений. Мы в основном общаемся с командирами полков. У каждого полка сейчас есть закрепленные за эту тему либо замкомандира, либо замполита, либо штаба. То, что гуманитарная помощь и адресные посылки приходят вовремя, отмечают и сами военнослужащие. Пока самая большая потребность, что касается гуманитарной части, средства гигиены. А по технике, оптика и средства связи. Первые дни вы сами знаете, как это все начиналось. Писали, звонили, что нужно было консервы. Сейчас радует этот момент, что все-таки вы обживались на местах, и наша команда, как раз, понимая обстановку. Для вернувшихся солдат планируется создать центр психологической помощи. Семьи мобилизованных или бойцов по контракту за помощью могут обратиться в штаб по сопровождению семей. Он находится в молодежном центре. А на базе районного военкомата действует пункт приема на контрактную службу. Чаще бывать на даче стала большая семья Абзолединовых из Бавлов. Благодаря программе дегазификации в их дом бесплатно провели газ. Съемочная группа узнала, как меняется быт после подключения к голубому топливу и насколько это выгодно. Мы готовили на электричестве, а сейчас у нас есть варочная панель, на которой мы готовим все, что хотим. Елена Абзолединова очень рада тому, что в дачном доме появился газ. Семья у Абзолединовых большая, пятеро детей и приходится постоянно готовить. С появлением голубого топлива хозяйка чаще радует близких и вкусной выпечкой. Дачный дом на своем участке супруги начали возводить еще в 2015 году, а достроили около трех лет назад. Почти все это время пришлось его обогревать электричеством. Когда Айдар узнал, что соседи проводят газ в рамках программы дегазификации, решил тоже подать заявку. Года два мы его отапливали на электричестве. У нас все было электрическое. Сколько бы мы ни говорили о взаимозаменяемой энергии, о солнечном каннеле и прочее, это все дорогое. И тем более электричество дорогое. А когда уже мой дом запустили в промышленное проживание, где мы могли ночевать и все-таки готовить, кушать, то тогда мы поняли, что по отоплению и по электричеству у нас очень дорого уходит. После того, как нам привели газ, у нас отопление стало в четыре раза дешевле. Глава семейства несколько лет занимается пчеловодством, и дачный домик почти никогда не пустует. Абзолединовый любит здесь проводить время и заниматься своим небольшим хозяйством. Как признается Айдар, большой семье жить при газе стало намного комфортнее. Естественно, мы можем приготовить еду, мы можем поставить, пить чай, и даже мы отапливаемся с помощью газа. Это у нас здесь полноценный комфортный дом, в котором мы спокойно можем пребывать со всей семьей, не переживая, что в какой-то момент у нас там отключится электричество, и мы здесь, как замерзнем, придется отсюда уезжать. В догазификации участие может принять любой житель Татарстана, отвечающий критериям программы, и подключиться к голубому топливу. Айгур Хсенова, Айгур Диатулина, Булат Минязов, Новости Юго-Востока. Вместо желанного заработка – убытки. Жительница Альметьевска захотела обеспечить себе пассивный доход, вложившись в криптовалюту. Она доверилась первому попавшемуся на глаза объявлению в сети. В итоге махинаторы опустошили кошелек потерпевшей почти на 2 миллиона рублей. Здравствуйте, мне посоветовали к вам обратиться. Да, конечно, слушаю. Этому разговору предшествовала долгая история. В сети интернет она увидела рекламу с предложением заработка на продаже криптовалюты. Она связалась в мессенджере с незнакомцем, который объяснил ей суть работы. Заверяя в стабильном заработке на криптовалюте, обещая своевременные выплаты, и рассказывая, какой это современный и прогрессивный способ заработка, незнакомец свел незадачливого инвестора с консультантом. Мне главное, чтобы заработок был стабильный. Тогда нужно каждый день вкладывать от 80 до 150 тысяч рублей. Да, не проблема. У нас предусмотрена услуга ежедневных уведомлений клиента о совершенных операциях. Для правоохранителей до сих пор остается загадкой, как граждане сами умудряются попадать в сети аферистов, когда нетрудно найти официальные сайты настоящих компаний. Сейчас в топе три криптовалюты, которыми можно торговать, покупать, продавать, обменивать на специальной бирже. Без риска быть обманутым или втянутым в сомнительные схемы. Это же касается традиционных валютных операций и торговли акциями. После всех разговоров женщина так и не поняла, во что вкладывается. С 27 апреля по 9 мая женщина перевела на счет аферистов 1 миллион 991 тысяч рублей, 800 тысяч из которых оформила в кредит. И даже во время допроса она не смогла точно назвать ту валюту, в которую ей предложили вложиться. В материалах дела есть лишь упоминание «Диджитал». Не поняла. 10 мая мошенники удалили чат и заблокировали номер телефона потерпевшей. После этого она поняла, что это был обман и обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь с редакцией стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку сможете в нашем Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Не переключайтесь, мы вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Живой свидетель страшного события. Лениногорские школьники навестили жительницу блокадного Ленинграда. Викторины, игра в городки, уроки творчества. В Альметьевске отметили Международный день семей. Строймаркет Колор дарит подарки. При покупке линолеума, плентуса, а при приобретении керамической плитки – затирку. Особенная выгода ожидает покупателей по субботам. В выходной день действует скидка до 13% на весь ассортимент. На строительном шопинге побывала Елена Бауэр. Виктория рекомендует просто новый брендер, советский, хороший. Да, российское производство, смолянское. Обученные продавцы всегда готовы проконсультировать и помочь в выборе, если покупатель затрудняется и не может определиться. В магазинах Колор представлен один из самых больших ассортиментов строительных и ремонтных материалов в городе. Среди них 180 видов линолеума. У нас представлены разные виды линолеума, то есть от бытового, полукоммерция и коммерция. Допустим, бытовой, самый тонкий линолеум, самый простой и не рассчитан на большую нагрузку. Отличительная особенность полукоммерческого линолеума – толщина материала. Это делает его устойчивым к механическим повреждениям и долгосрочным. Коммерция в основном идет на предприятия, где очень большая проходимость людей. Продавцы рекомендуют дополнительно проклеить любой вид линолеума специальным клеем. Тогда срок службы материала вырастет еще минимум на 5 лет. Сейчас в магазине проходит акция. При покупке линолеума покупатель получает в подарок плинтуса. Для всех, кто хочет более прочное напольное покрытие, в магазине представлено больше 75 видов ламината и кварцвинила. Кварцвинил на порядок выше считается, чем ламинат, потому что он имеет водостойкость. Водостойкость достигается благодаря минералу в составе покрытия. При покупке ламината и кварцвинила подложка под них предлагается в подарок. А приобретая керамическую плитку, не придется платить за затирку. При покупке плитки затирка в подарок. Самый большой выбор в городе ПВХ панелей позволит реализовать любые дизайнерские идеи. «Колор» думает о каждом покупателе. В магазин доставляется только сертифицированный и доступный по цене товар. Ассортимент сантехники удивит даже самого требовательного клиента. Этот смеситель также с гибким изливом. То есть удобно мыть посуду или раковину промывать. И также у него есть фильтр встроенный. То есть вот так включается фильтр. То есть чистая питьевая вода, либо вот так обычная вода. При покупке тумбы под раковину и зеркало предоставляется 20-процентная скидка. А тем, кто думает о безопасности своего дома и не любит переплачивать, бесплатно установит приобретенную в «Колоре» входную дверь. «Строймаркет» предлагает межкомнатные двери. У нас представлено более 75 видов межкомнатных дверей. Огромный выбор ручек на любой вкус, защелок, петель. И также доборы, наличники и коробки. В «Строймаркете» «Колор» представлен большой выбор профессиональных инструментов, крепежных изделий. Гвозди, дюбели, саморезы, шурупы. Для тех, у кого нет времени на поездки и поиск товаров, работает интернет-магазин, где покупку можно осуществить легко и быстро. Доставка из магазина «Колор» будет бесплатной при покупке от 3 тысяч рублей. По городу и от 10 тысяч рублей по району. И еще одна приятная новость. Каждую субботу действуют скидки до 13% на весь ассортимент. А новоселам предоставляются еще и дополнительные скидки. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Лениногорские школьники навестили жительницу блокадного Ленинграда. Гости преподнесли Родии Гараевой подарки и цветы. А она поделилась воспоминаниями. На уроке истории от непосредственной участницы тех событий побывала и Марина Алтунина. Желаем вам радости, крепкого здоровья, много лет жизни и внимания со стороны близких людей. Встреча была организована во дворе дома Родии Гараева. Школьники подготовили небольшую концертную программу. Звучали известные песни и стихи, в которых передавались чувства сражавшихся солдат и ожидающих родных. Детство Родии Гараевой совпало с войной, голодом и страхом. Будучи восьмилетней девочкой, она оказалась в центре осажденного Ленинграда вместе с мамой и пятилетней сестренкой. Их дом разбомбили. Из еды было немного хлеба и крупы, которые выдавались по карточкам. Но этого не хватало, чтобы утолить голод. Родия Гараева вместе с сестрой искали припитание в мусорных баках. Однажды нашли картофельные очистки, залили кипятком и съели, как суп. После чего девочки попали в больницу, где пролежали два месяца. После выписки семья отправилась в деревню. Питались травой, это и помогло им выжить. Не зря мы выжили, чтобы у вас будущее было счастливое. А пережили мы очень много. Войну пережили, блокаду пережили. Школьники из первых уст услышали историю о том, как люди выживали в нечеловеческих условиях. Как им было тяжело. Задача подрастающего поколения – сохранить память. Это нам говорили на классных часах, на разговорах о важном. Но живу я никогда это не слышал, вот эти вот истории про блокаду. Я узнал, что дома были так разбомблены, были бомбоубежища, что немцы отключали воду, чтобы согреться они топили воду, снег. Вообще люди почти не спали, перебегали из дома в убежище. Сейчас Родия Гараева проживает в светлой и уютной квартире. Окружена любовью и заботой двух дочерей, семи внуков и пяти правнуков. Марина Алтунина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Не забывают своих ветеранов и в Альметьевске. Тем, кто активностью похвастаться уже не может, праздник доставляют на дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Белагеево? Да. Здравствуйте. Альметьевское отделение управления соцзащитой и общественной организацией навестили ветеранов-тружеников тыла. Первая остановка – дом Пелагеи Матвеевой. Для азербайджанской диаспоры Берлик навещать ветеранов уже традиция. Им большое спасибо. Они адреса показывают нам. И заранее все это... Вот сколько лет уже? Пелагея Ивановна застала начало Великой Отечественной еще ребенком. Ей было 10 лет. Вскоре она начала работать наравне со взрослыми. После войны успела поработать и в химчистке, и в детских садах. Сейчас ей 92 года. Я никого не вижу, как они там... Микорайоны, говорят, 10 человек, только остались вы. А мы сколько много были, когда все пить ее кровом. Только, говорят, 10 человек. Ветерана поздравили с майскими праздниками и вручили подарки от общины и муниципалитета. Всего в маршруте объезда 5 адресов. Если хотите читать наши новости в печатном формате, подписывайтесь на газеты «Знамя труда» и «Альмета Нары». Оформить подписку можно в почтовых отделениях, на сайте Почты России или через портал Госуслуг. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Все подробности и условия подписки можно узнать по телефону 440588. Сегодня отмечается Международный день семей. Накануне праздника на городском пляже прошел фестиваль «Семья-фест». В программе были викторины, игра в городки, уроки творчества и многое другое. Как прошел семейный фестиваль, смотрите в сюжете. В огнем нам небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Хорошая погода, городской пляж и зажигательный флешмоб. Так начался фестиваль «Семья-фест». После танцев организаторы пригласили всех поучаствовать в викторине и отгадать концовку пословицы. А дома лучше? А дома лучше, ракета, отлично. Организаторы подготовили программу и приурочили действие к важной дате. 15 мая – это Международный день семьи. И в честь этого мы решили провести семейный фестиваль с мастер-классами, с игровыми программами, с спортивными точками, с фотозоной, чтобы все желающие могли пофотографироваться, поучаствовать, принять участие, потанцевать, повеселиться. Среди участников не только семьи, но и воспитанники подростковых клубов города. Свой клуб «Метеор» и ребят в нем Карина считает тоже маленькой семьей. Мы все равно считаем себя семьей. Поскольку мы вместе гуляем, мы вместе ходим на праздники, соревнования какие-нибудь. Семья – это очень важно. Она всегда на первом месте. Для самых маленьких и творческих проводили мастер-класс по раскраске гипсовых фигур. Назгуль выбрал слепок кота и раскрасил его яркими красками. Я очень люблю свою маму, и мама и папа – они мои котята. На память можно было сделать снимок в яркой фотозоне. На площадке выступили юные артисты, и их номера особенно понравились Микки и Мини Маус. Затем для участников устроили забег по точкам, где им предстояло стрелять в цель, бросать мяч, участвовать в клюшковом кроссе и играть в городки. Посоревноваться с другими в такой забаве за Улудиновым еще не приходилось. Мероприятие очень интересное, развлекательное. Вот, допустим, мы в эту игру, я не знаю, как название, но мы ее не играли. Ну вот, мне теперь интересно, как вообще в нее играют. Уроженцы двух сел района они встретились в Альметьевске, будучи студентами. Полюбили друг друга, поженились. В этом году их семье исполнится 10 лет, и за это время в ней появились дочь Ясмина и сын Камиль. День семьи отмечается неважно где. Семья – это самое главное. Это где тебя ждут, где тебя любят, где тебя поддержат, в любой ситуации. И неважно, какая проблема, семья все поднимет. Участники семейного фестиваля получили призы и подарки за активность, в том числе и главный – время, проведенное самыми близкими. Катерина Машенцева, Антон Николаев, Новость Юго-Востока. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова